Для двух тысяч жителей деревни Русскинской с Ургутского района открыли свои двери сразу два социальных объекта спортивной направленности. Уникальному и довольно удаленному поселению власти муниципалитета продолжают уделять внимание. Для круглогодичного использования в доступе у детей, молодежи и взрослого населения теперь есть универсальный крытый корт с прокатом коньков, тренажерная зона со всем необходимым для атлетов инвентарем, раздевалки, душевые и медпункт. Чем уникальны возведенные спортивные центры и где еще в Сургутском районе вскоре появятся подобные объекты? Расскажем далее. Карина Александровна продолжит. Теперь игры в мяч не в школьном спортзале или во дворах, а на искусственном газоне. С хорошей вентиляцией, освещением и, конечно, соблюдением всех правил безопасности. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и крытый хоккейный корт открылись в Сургутском районе. Новенькие спортивные объекты возвели в деревне Русскинская. Светодиодное освещение довольно светло, ярко, плюсом еще вдоль периметра освещение есть. Открытие крытого корта, который, к слову, летом обеспечит жителей футбольной площадкой, а зимой хоккейным кортом и катком для занятий фигурным катанием, позволят привлечь к занятию спортом всех, от мала до велика. В спортивном комплексе уже имеется весь необходимый инвентарь для развития легкой атлетики и пауэрлифтинга. Инструкторы и тренеры будут проводить занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, единоборствам, готовить к выполнению и сдаче норм ГТО. Увеличится, во-первых, обеспеченность спортивными объектами, если было здесь 20%, сейчас будет обеспеченность почти 60%. Ну и с другой точки зрения мы планируем достичь увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом. Если на данный момент здесь около 48%, планируем довести под 80%. Для поселения это прекрасный спортивный объект. Надеюсь, что он им придется, как мы говорим, по вкусу, и что они будут с удовольствием заниматься. Все слои населения – и детей, и молодежь, и трудящихся, и ветеранов спорта. Спортивные объекты возведены по концессионному соглашению, которое было подписано два года назад, что придает площадкам собственную идентичность и уникальность. И теперь для почти двух тысяч жителей Русскинской, которые ждали этого события долго, готовы современные локации для досуга и оздоровления с возможностью круглогодичного использования. И для поселка, и для района это, скажем так, весьма значимо. Действительно, объекты уникальны тем, что строились по муниципальной концессии для нашего региона. Это уникальный случай. Первый случай муниципальной концессии еще никогда не было в истории Югры. Спасибо нашим строителям, которые выполнили срок строймонтаж, создали эти объекты. И, конечно, отдельные слова благодарности Павлову Койлу, нашим партнерам, за финансовое участие в этом проекте. Большое спасибо. Очень хочу, чтобы они эксплуатировались с утра до вечера, семь дней в неделю, не простаивали, были на пользу жителям деревни Русскинская. В целом, опыт реализации конституционных соглашений для Сургутского района не новый. Ранее по такой модели успешно возвели и открыли две школы в Солнечном и Нижнесартымском. Но нынешний проект все же уникален. Опыт работы именно муниципальных образований без привлечения средств регионального, федерального бюджета на сегодня в стране мы первые, кто решили попробовать. Это было непросто, но, тем не менее, в декабре 2022 года мы заключили первые четыре концессии. Это спортивный комплекс и хоккейный корт в Русскинской и аналогичные объекты в Лямино. Стоимость этих концессий на каждые два объекта это порядка 130 миллионов рублей. При этом затраты распределены из расчета 90% компенсации консидента наш и 10% собственных средств консессионера, которые он вкладывает. После возведения объектов консессионер полтора года будет эксплуатировать учреждение, оказывая коммерческие услуги, что позволит отбить затраты и заработать. На плечи инвестора вместе с тем ляжет также содержание, уборка, охрана территории объектов. Уже в августе аналогичные спортивные центры откроются в другом поселении Сургутского района, в деревне Лямино. Карина Алексанян, Сургут-24, Сургутский район, Русскинская.